Всем привет! 15 ноября 2017 года. С вами я Александр Демидович. Я нахожусь на улице Мазепы 30 на часах 14 часов 45 минут. Сегодня мы сюда запланировали, посмотрим состоится ли встреча, жильцы, проживающие в доме номер 37 по улице Циолковского. Мы сюда запланировали прийти на встречу с депутатом городского совета Светланой Бондаревой. Состоится ли эта встреча, я не знаю. С 15.00, то есть через 15 минут у нее начнется прием, депутатский прием. Но я вместе с жильцами. Если жильцы не придут, я сам пойду посмотрю, работает ли этот депутат. Ну, будьте со мной. Ну вот, жильцы пришли. Идем искать кабинет 301. Еще раз повторяю, Светлана Бондарева. Ищем, где она принимает. Скажите, 301, что ты делаешь? 301. 301. На правую. Ага, ну, сюда. На правую, на левую. Спасибо. Здравствуйте. Ага. Вход-то и открывай-то, на стесняйтесь. Добрый день. Добрый день. Ой, как рад у нас просящих себя. Здравствуйте. Вы не против, Светлана Анатольевна? Я не против. Спасибо. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Татьяна Леонидовна. Вы живете где-то в этом округе? Да. Я просто вас увидел на приеме. В 14 мы живем. С чем вы обратились к депутату? С чем я обратилась к Светлане Анатольевне с просьбой, чтобы нам заменили трубы холодной и горячей воды. Ага. Потому что что могли мы сами сделали и утеплили трубы отопительные и решетки поставили на крышу и внизу заделали дыры. А трубы мы просто сами не сможем, не в состоянии сделать. Депутат обещал что-то? Обещал. Да. Да. Установили детский яданчик. Мы идем в другие дворы, а нас батьки гоняют и не позволяют. Я думаю, что это за властность такая. И мы очень благодарны. Мы тоже так хвалят вас. И мы решили тоже обратиться к вас. Значит, а что же это? Это ремонт. Это ремонт. Это ремонт. Ремонт. Это ремонт. Это ремонт подписи. Да. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Менька Людмила Федоровна. Скажите, пожалуйста, вы были только шоу депутата на приеме. Как вы нашли депутата? Как вы узнали? Как я нашла? Я по телевидению увидела его. И потом некоторые вопросы у соседей. В 41-м доме она делала площадку, я подошла и поинтересовалась. Очень люди довольны. Думаю, ну и я. Может быть и мне что-то поможет, нам поможет это. Труба стреснутая. Так не придумали ничего лучшего. Сделали, протянули из четвертого до третьего по подвалу. Это стычные трубы с даха, так я понимаю? Нет. Они стоят. И выполняются работы, заканчивается выполнение работы. Мне бы хотелось, чтобы, если можно, вы написали звернение, описали всю ситуацию. И кришу, и дах, и сходовые клетки. Сколько не делался ремонт, чтобы вы обратились. Звернение на меня. И подвал. И у нас ключи шукали. И у нас целый час. И я пустила ключи, и в подвал упали. Вот это аварийку вызываем. Они приехали опять в метр трубы. Мы не развертаемся. Показали, в газете рассказали, что у нас там и крокодили плавают в подвалах. И все. И толку мало. Мы все, и на том расстоянии. Надеюсь. Спасибо вам. Ну вот я на приеме у депутата. Сейчас есть пять минут. И я решил так немножко поспрашивать. Светлана Анатольевна. Так вас видно. Отлично. Как часто к вам люди приходят? Ну вот сегодня при мне, да, я третий был с людьми. Передо мной двое людей было. А в прежние разы? Ну так же приходят один, два, три. А как люди находят вас? Ну я по сайту нашел, говорю как есть. И они находят по сайту. По сайту чаще всего. С какими вопросами чаще всего к вам обращаются люди? Ну, чаще всего обращаются… Вы говорите украинское, у вас хорошо получается. Да. Да. Звучка еще з давних часів, якою мовою людина звернулася, такою потрібно відповідати. Але, можливо, зараз… Сейчас надо на оборот державу. Звертаються в основному по питанням житлово-комунального комплексу, господарства. Ремонти дахів, під'їздів, те, що болюче. Те будинки, які не робились ремонти. Людям це боляче, вони відчувають на собі дискомфорт цей існування, будинку, проживання. Как вы думаете, реально ли решать оці задачи? Ось сегодня три задачи вы получили. В ваших силах решить их? Ну, те, що в моих силах писати звернення до міської ради і вирішувати питання. Я не кажу, що це легко, але вдається вирішувати. І дитячий майданчик звернули, звертались до мене мешканці Цілковського 41 в минулому році. Ми вирішили це питання. І будинки ремонти, сходових, клітин, дахи. Це небагато адрес, але є результати. Немножко скользкий питання. Якщо неприятно і не хочете об цьому говорити, то скажіть одразу. Будучи в оппозиції, ви могли би решати ці питання? Я вирішувала ці питання, будучи в оппозиції. Так. Може би, з-за цього на вас оппозиція обиделась? Я думаю, ні. Какі-то інші причини? Я не буду їх обидувати. Хорошо, я вас услышав. Не, я просто вижу, як некоторые оппозиціонери вообще нічого не делают, і толком вони даже не знают, о чому розговаривають, а не понимають коммунальній життя міста. Але, тем не мене, вони себе оппозиціонують як політики. Ви, я смотрю, просто як хозяйственники. Пришли, що-то, де-то, як-то. Какая-то площадочка, яка робота, все равно. Ну, тому що я вважаю, що головне завдання, як бачить мешканці і люди, які звертаються, це головне. Для них не важливо, який політичний окрас у депутата. І для них важливо вирішити питання, де болючі, з яким вони звертаються. І все. Ми, по суті, господарники. І повинні бути вирішувати питання ті, які нам боліли. А те, який окрас, під яким прапором депутат. Це не важливо для виборців на даному. Дякую. Дякую, що ви таке є. Дякую, що ви робите. Дякую, що ви робите свою депутатську роботу. Я свій проєкт «Як працювач депутат» отложив в сторону. Я вам объясню, чому. Тому що в початку цієї каденції багато депутатів мені слезливо говорили, ми тільки навчаємося. Ну, два роки, правильно? Два роки депутат, правильно я говорю? Ну, я думаю, що вже потрібно і навчатися. Ну, тепер будемо дивитися, як хто працює. Вас ми сьогодні побачили. Дякую вам. Ми сподіваємося, що у вас все вийде. І вийде, якщо навіть з тих трьох сьогоднішніх задач ви хоча б одну вирішите, це буде, я думаю, достатньо середньо. Це буде моя маленька перемога, я вважаю. Ну, вам треба побіждати на кожній сесії. Спасибо большое. Удача.